Никакой путаницы, начну просто слева направо, неважно, кто главнее. Любимый нами всеми мастер и ешуа по совместительству Ленский Антон Авдеев. Не нуждается в представлении, все его и так знают. Великая Анна Ковальчук, великая. И вчера мы с ней разговаривали, я сказала, не потому что ты медийный, потому что тебя все знают, а потому что правда она великая актриса. Это наше потрясающее дело. Лучшее дело всех... Вот, пришла. Вера Сержникова исполнится роль Маргариты. Ивана Жогин, волонт, лауреат золотой маски. Мне кажется, таких волонтов никогда еще не было, ни до, может, и даже после не будет. Жена наследника, внук Волгакова, она сказала, что вот так выглядел волонт. Вот про такого волонта писал Волгаков. Именно про такого, это чисто и правда. Очаровательный директор театра, Юлия Стрижак, тоже представление. И нуждается самый красивый мужчина за нашим столом. Я, может, субъективно, но это мое мнение. Фабио Мастранжело. Музыкальный руководитель проекта, композитор, аранжировщик, человек, который все сделал для того, чтобы этот проект состоялся, Антон Танон. Вот. Новая девочка за нашим столом, Микаэла, она наш коуч по вокалу. Она помогает нам всем по английскому произношению, правильно, поправляет меня, Иван Ажургин. Она берет мюзикл Мастера Маргариты за ручку и переводит его на Братвей. Каким будет этот путь, сервисты, долгим, легким, простым время покажут. Но вот она первый человек, кто взяла этого ребенка и повела в Америку. Спасибо. А теперь, я думаю, пусть каждый скажет буквально несколько слов, и мы потом начнем отвечать на ваши вопросы. Дюленька, ладно. Дорогие коллеги, мы благодарим всех журналистов, которые смогли и сочли возможно прийти сегодня к нам в театр «Музик Холл». Сегодня суббота, и, к сожалению, жизнь в Петербурге устроена так, что многие СМИ почему-то имеют выходной, хотя жизнь не останавливается, жизнь продолжается. И мы сегодня счастливы презентовать сотый спектакль «Мастера Маргарита». Действительно, мне приятно подчеркнуть, что это культовый спектакль в Санкт-Петербурге. Дать стол спектаклей при аншлагах – это действительно история успеха. И я надеюсь, что и журналистское сообщество, и культурное сообщество заинтересуются этим успехом, для того, чтобы его поизучать и, возможно, воплотить где-то еще. Это наш совместный проект с «Мейк-эс-лаб», с Ириной Афанасьевой и ее командой. И, конечно, не буду скрывать, что идея проекта, музыкальная часть проекта, воплощение проекта – все лежит на наших партнерах. Мы, как театр, активно участвуем в этом проекте и всеми нашими техническими, сценическими возможностями, всем нашим персоналом. Мы, конечно, гордимся этим проектом, считаем его своим. Я считаю, что городу очень повезло, что появилась на культурном ваншарте новая команда, которая занимается музыкальными проектами, мюзиклами, качественными, на отечественном материале, на отечественной музыке. Нам очень приятно, что этот мюзикл родился на наших с вами глазах, здесь и сейчас. Антон Таногов, в котором мы имеем честь сидеть за нашим столом вместе, это композитор, который живет среди нас, живет с нами одним воздухом, одной жизнью. И он создал музыку для этого спектакля, вместе с авторами он об этом скажет. Ирина Афанасьева, которая уделяет столько времени этому проекту. Вы бы видели, как она самоотверженно репетирует. Это проект, который не останавливается ни секунду, они совершенствуются постоянно. Афанасьева, конечно, жесткий продюсер, она ходит с мегафоном, с микрофоном, она все контролирует, но и вся красота, как мы знаем, в деталях. И вот этими деталями бесконечно занимаются создатели «Мастер и Маргарита». Они все время думают о том, чем еще удивить зрителя, где что-то подтянуться, что-то доделать для того, чтобы спектакль стал таким совершенным. Недавно мы здесь проводили медиа-елку, так называемые мероприятия для журналистов. Многие из вас, наверное, здесь были. На сцену вышел один партнер для медиа-елки, строитель. И сказал, как я счастлива, что я в Мизуколе, что это событие именно здесь. Я пять раз видел «Мастера и Маргариту». Ну, я выступала после него и сказала, что, поверьте, что это не заготовленный номер. Человек искренне это сообщил. Поэтому действительно у проекта есть такие поклонники, которые не то, что поставили галочку, они один раз сходили на спектакль. Они сходили много раз, рассказали своим знакомым. И действительно спектакль стоит того, потому что есть потрясающие исполнители, на которых после удовольствия смотреть снова и снова им тоже будет дано слово. Но я еще раз хочу сказать, что театр очень рад, что проект именно у нас. Я никогда не скрываю своих эмоций по поводу того, что именно «Мастер и Маргарита» вернул в значительной мере публику в театр «Музик Холл». То, что к нам сейчас огромная толпа идет от метро, и у нас нет припарковаться, это во многом заслуга создателей проекта «Мастер и Маргарита». Поэтому я надеюсь, что социальный спектакль пройдет так же замечательно, как предыдущие, 99, и у проекта будет долгая и счастливая жизнь. Спасибо. Следующий я предлагаю сказать слово Фабио Мастранжело. На самом деле Фабио первый из всех, кто сидит за этим столом, узнал о том, что я готовлю этот проект, и сказал мне «Да, я с тобой, я тебе помогу, вперед». И потом собралась большая команда всех сидящих здесь. Ну вот я хотел сказать, что то, что меня до сих пор поражает в этом проекте, это то, что можно почти называть это «Музикл в поисках Мастера и Маргарита». Потому что реально, вы знаете, можно было придумать какой-то спектакль. И в принципе я хочу сказать, что помню, я был в самом начале спектакля, смотрел самые первые выпуски спектакля. Спектакль имеет большой успех сразу. Можно было оставлять успех. Уже сказать себя, что да, какой я молодец или какая я молодчина. И в этом смысле надо однозначно валить Ира, потому что она поняла, что в развитии есть еще больше успеха. И это, конечно, процесс, который у меня, как музыкант, как дирижер, я думаю, что моему другу тоже это нам очень известный процесс. Потому что мы постоянно всю жизнь практически находимся в этом положении. Мы постоянно, я помню, какой-то 350-й раз Тосканини продирижировал Пятую симфонию Бредковина. И перед началом концерта он взял партитуру и повторил. Люди говорят, ну, Майсон, вы уже 350-й раз дирижили. Ну да, но я каждый раз что-то нового найду. Вот именно об этом я и хотел сказать. Мне кажется, что Ира ишит всегда что-то нового. И главное, она найдет. Так что это очень важно. Мне кажется, что это держит интерес и зрителях, и исполнителям. Так что большой тебе поклон за это. И я доню еще годы жизни и успеха в твоем проекте. Спасибо. Уважаемый спикер, прошу быть чуточком. Это более ужин. Да, сжато. Иначе артисты сидят в город и не успеют начать в образе спектакля. Хочу предоставить слово Антону Данонову. Юлия совершенно справедливо сказала о том, что он живет среди нас. Это правда. Антон на самом старте. Но я убеждена, как предвидец о том, что Данонов станет легендой современности, выдающимся композитором. Мы его уже сейчас вставим в ряд с Петром Ильичем Чайковским в случае Анегина. И не буду раскрывать всех секретов будущих наших проектов. Антон, пожалуйста, пару слов. После такого лестного представления выступать особенно ответственно. Но первое, что хотел сказать, огромное спасибо этому дому. Именно в театре Мюзик Холл родился наш проект. И буквально первый раз попав в этот театр, я понял, что здесь то самое энергетическое пространство, тот центр, в котором может существовать настоящая музыка, настоящее искусство. И вот этот волшебный зал, который имеет эту форму полусферы, как ее правильно назвать, даже не знаю. Но это пространство, эта акустика, она позволяет прозвучать музыке словом абсолютно уникальным образом. И поэтому вот наш проект сейчас неотделим от этого театра. И я еще раз нашу славу и благодарность руководству театра, что все случилось именно здесь. Мы писали этот мюзикл, если говорить о музыке, в шестеробу. Я не могу не назвать своих коллег. Это и Сергей... Кстати, Олег Попков... Здесь присутствует. Олег, а ты где? Иди, пожалуйста, к нам. Еще один композитор присутствует. Хитмейкер, который написал не одну песню для Пугачевой, для Киркорова, для всех наших выдающихся. Олег Попков, давайте поприветствуем его. АПЛОДИСМЕНТЫ Дайте стульчик, пожалуйста. Человек. Это, конечно же, мои савдоры. Олег Попков, Сергей Рубайский. В нашей команде есть уникальные композиторы. Это композиторы Ее Королевского Величества, Королева Великобритании. Ольга Томас, наш друг и партнер, который написал уникальные абсолютно номера, как раз связанные с Москвой в 50-х годах. Это и композитор-мелодист Александр Маев. То есть в этом проекте, на самом деле, поработало шесть композиторов. Просто мне, ну, моя часть работы, можно сказать, была, наверное, самая рутинная, я бы так сказал. Я собрал партитуру, экологический материал вместе, и получилось так, что от первого спектакля до сотого произошло колоссальное количество изменений. Действительно, мы постоянно находимся в поиске, и мы привыкли к тому, что музыкальная партитура — это то, что меняется в последнюю очередь. Но на самом деле в этом проекте это не так. Мюзикл трансформировался очень активно. Наши поклонники в интернете просто исписали тысячи страниц. В последний раз вчера была трансформация. Да-да-да. Тысяча страниц. Почему вы убрали эту арию? А почему вы не пишите новое? Почему вы только убираете? А почему появился новый, ну, абсолютно новый музыкальный материал? Почему вы переделали аранжировки? Ну вот, поэтому, как бы, происходит постоянно такой обмен энергии с нашими слушателями. Этот проект, да, я закругляюсь. Об этом проекте можно говорить бесконечно. Еще раз хочу поздравить всех своих коллег, всю нашу команду с сотом спектакля. Мне кажется, это наше небольшое достижение. Спасибо. Большое достижение. Журналисты, на самом деле, больше все любят, когда говорят артисты. Поэтому я с удовольствием предоставляю слово Ивану Ажогину. Иван Ажогин, я говорила на предыдущей конференции, но с удовольствием это повторю. Иван Ажогин пропел каждую арию в этом мюзик-тейке во время его написания. И не по одному варианту. Было три варианта каждой арии. Первая ария Воланда, вторая дает Маргарита и Воланда. И все, и за всех, и за Иешуа. А Антон Абдей пришел к нам на кастинге, а Иван был с самого начала. Вот его душа, его голос, его энергия, она в каждой арии мужском исполнении. А Мера пропела за всех девочек. За Фриду, за Геллу, за Маргариту, за всех. Вот две этих души и создали мюзикл виртуально в студии, который уже потом пришел к мюзикл. Наверное, именно это дает нам возможность относиться к проекту «Мастер и Маргарита» как к собственному ребенку с большим количеством родителей. Это действительно здорово. Я не знаю, кто на самом деле Фабио или я узнал раньше о создании этого проекта. Мы и не были. Хорошо, будет, Фабио. Я буду вторым. Очень приятно, что мы действительно дошли до сотого спектакля. И я думаю, что это далеко не предел, судя по количеству зрителей в зале. И по реакции зрителей в зале. Потому что, может быть, иногда новый зритель приходит, незнакомый с этим произведением, с этим мюзиклом. И в конце я вижу просто, как весь зал встает и не уходит в гардероб, а стоит и аплодирует и кричит «Браво!» до конца, до аплодисментов, до того, как закроется занавес. Это очень здорово. Спасибо. 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 Поздравляю всех создателей и участников этого предмещательного мюзикла. Для меня это была несколько новая работа, потому что в фото я пишу песни. Но у меня всегда была мечта. И эта мечта пришла ко мне в виде Ирины. Чуть-чуть она осуществилась в виде предложения написать что-нибудь для мюзикла. Моя работа была очень яркая, но короткая. Спасибо. Мне очень понравилось. Причем Олег написал Арию, которая должна была стать первой Арией Воланда. И я ее стала слушать, слушать и говорю, нет, она какая-то совсем другая. Мы долго учились. И это сейчас одна из самых любимых Арий в мюзикле. И перед началом бала свита поют, раздаются удары курантов. Они из ниоткуда возникают. В общем, это правда крутая Ария. Если у вас есть какие-то вопросы, мы с удовольствием на них ответим, а потом скажет Микаэла в самом конце один секрет. Давайте. Еще один вопрос. Система будет все понятно. Смотрите, мюзикли не сходят со сцены. Вопрос в другом. Есть ли у вас в планах гастроли? И куда? Спасибо. Нет. К сожалению, мы пробовали делать гастроли в Москву. Но это невозможно. Такие сложные проекты, как мастер-магарита, балмампиров, призрак-оперы, они технологически неподъемные. Их нельзя поднять, куда-то отвезти, собрать, сыграть. Он очень сложный проект. Только свет записывается несколько дней, 10 дней минимум для того, чтобы состоялся проект. Поэтому мы сейчас пошли другим путем. Мы занимаемся продвижением франшиз. То есть собирается в Москве, в Московском театре, новая труппа, шьются новые костюмы, организовываются новые декорации. Приезжают все участники процесса и ставят на московской площадке. Вот таким путем мы пойдем. Спасибо. Вопрос следующий. Я вижу, что у нас тут диски стоят. Скажите, пожалуйста, вы записали этот мюзикл? Это можно купить или посмотреть? Спасибо. Этот диск можно купить перед началом спектакля. Это не видео, это аудиодиск. Видео. Мюзикл не продается. Мы потом снимем фильм обязательно. Спасибо. Добрый вечер. Извините, может быть, вопрос будет дилетантский, но спектакль я не видел. Поэтому вопрос такого въедливого пессимиста. Скажите, пожалуйста, все ли исполнители ими главных ради имеют в своей партии и все ли они поют своими голосами? Это очень простой вопрос. Не пессимистичный, не оптимистичный, а объективный вопрос. У нас все артисты работают живьем. Все. У нас оркестр, у нас такие маленькие микрофончики вот он, они как раз приклеены. Ну, конечно, живьем. Кто же нам простит фонограмму? Нет, конечно. У нас билеты, знаете, сколько стоят? Астрономических денег мы не можем себе позволить так обманывать людей. Есть еще вопросы? Видимо, нет. Еще. Все? Ну, тогда последний, кто скажет слово за этим столом, будет наш американский партнер. А вопросы? Можно еще один вопросик? Вот уже сто спектаклей прошло, и есть ли какие-то прогнозы? Сколько еще будет действий в этот спектакль? Пока не выгодит нас стрюжака. Так, Юлия, как это все вы нам надоели? Хотите, мы сразу идем. Серьезно, я не знаю. Я думала, что еще сезон мы продержимся на всю волю Божьей. Как правильно заметила коллеги, спектакль идет при аншлагах. Вы увидите это сегодня, кто из вас застанет на спектакль. Полные залы. И перед очередным блогом «Мастер Магариты» я пою с ним от телефона. Потому что звонят люди и говорят, за любые деньги дайте два билета. А билетов нет никаких, нет любые. Поэтому если так дальше пойдет, то сезон точно, может быть, может и больше. Поэтому мы будем рады, если в спектакле будет долгая жизнь. Как вы знаете, мюзиклы на Бродвее идут десятилетиями. Во многих театрах успешные музыкальные проекты, театрах мира, идут тоже десятилетиями. Поэтому «Мастер Магариты» имеют все шансы на такую счастливую долгую судьбу. Микаэла, как я уже сказала, тот человек, который взяла мюзикл за руку и повела его на Бродвее. Микаэла, скажите, как это было? Сложно, легко? И тоже регламент. Микаэла, добрый день. Хочу сказать, что я чувствую огромную благодарность судьбе, что меня так она свела с этим проектом. Это вообще потрясающий проект. Я никогда не видела в своей жизни никаких людей, которые истинно любят свое дело, которые живут этим, которые переживают, которые работают на износ. Я сама трудоголик, и поэтому, оказавшись в такой коллективе, где все трудоголики, для меня это оказалось радио. И любые сложности, которые мы получили, а я сейчас о них немножечко детально скажу. Я поняла, что я работаю с людьми, которые готовы их преодолеть, которые готовы на износ, но достичь нужного результата. Такая преданность и самоотверженность, это, конечно, во мне вызывает восторг. И это одно удовольствие, работать с таким коллективом. А сложности, которые мы имеем, это в основном то, что касается самого языка. Как вы слышите, я говорю очень хорошо на русском языке. И секрет этого в том, что я знаю, как работают мышцы, потому что я являюсь лингвистом. И я знаю, как устроены мышцы. И в русском языке мышцы задействованы совсем другими, чем которые задействованы, допустим, в английском, в итальянском или во французском. Языки, которыми я хорошо знакома. И было очень интересно и здорово работать, потому что самый главный ингредиент в любом языке – это музыка. Потому что любой язык – это является музыка другая. Она имеет другую плодию, она имеет другие интонации, она имеет другие глубины. И получается, что для того, чтобы иметь такой эффект для слушателя, он слушает, он понимает. Да, он действительно поет чисто на русском языке, нужно использовать именно русские мышцы. А для того, чтобы человек пел и звучал, и казалось, что он поет на английском языке, он должен использовать английские мышцы. Именно. И это как раз моя специфика, так как я знаю разницу в этих мышцах. И мы с ребятами работали очень интенсивно. И они, естественно, все величайшие профессионалы, как музыканты. Мы достигли, я думаю, очень-очень хороших результатов. И чем дальше мы будем работать, я уверена, что это будет идти еще лучше и лучше и лучше. Но это возможно, конечно же, всем людям. Если бы вы хотели выучить язык и говорить очень хорошо, исправить на интонацию и даже пить. Конечно, слух – это главный ингредиент для успеха. Если его нету, конечно же, будет сложнее. Нет, очень сложно. Ну что, я поздравляю всех, нас и вас, и санкт-петербуржцев, и всех-всех-всех, кто любит «Мастера Маргарита» с сотым спектаклем. В эту честь у нас для вас музыкальный сюрприз. Это английская версия, американская версия «Мастера Маргарита». И торт, и все люди, которые работают над созданием «Мастера Маргарита», все артисты, выходите, гримеры, костюмеры, все-все-все-все-все-все-все. Вот наш торт. Ну, профессор, пожалуйста. Корректор А. K. Корректор А. frука. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok